Смотрите, мы на самом деле закончили обсуждать интегралы, ну как закончили, не совсем закончили, но сегодня мы поговорим про некоторое новое понятие, а именно поговорим про ряды. Собственно, в какой-то мере мы с рядами уже сталкивались. Ряды — это просто такие бесконечные суммы. Значит, если записана такая сумма по k от единицы до бесконечности, а k — это примеры рядом. Скажем, можно привести какие-нибудь примеры. Допустим, можно написать такую сумму, скажем, k от единицы до бесконечности, например, единица на 2 в степени k. Это будет один ряд. Ну и можно привести какой-нибудь другой ряд, скажем, сумма по k от единицы до бесконечности. Как квадрат. Это будет другой ряд. Вот, значит, эти самые бесконечные суммы. Давайте я распишу через многоточие, просто чтобы было понятнее. Значит, это будет такая штука, например, 1,2 плюс 1,4 плюс и так далее. Значит, ну, естественно, рассматривать просто так эти бесконечные суммы не очень интересно. Интересно каждой такой бесконечной сумме сопоставить некоторые конкретно численные значения. И мы это делаем, просто переходя к пределу, как говорится, частичных сумм. Давайте я введу какую-то терминологию. Значит, если у меня есть вот такой вот ряд, я могу рассмотреть, допустим, вот s, n. Это будет частичная сумма, это будет сумма по k от единицы до n, а n, а k, то здесь нужно быть. Значит, это называется частичная сумма. Ряда. Ну, и, соответственно, я могу менять n, и у меня будет такая последовательность частичных сумм. И у этой последовательности может быть, а может и не быть, предел. Ну, вот по определению считают, что сумма по k от единицы до бесконечности. А k, то это по определению есть предел последовательности частичных сумм. Предел при n, стремящемся к бесконечности. Сумма по k от единицы до n, а k, то или что-то то же самое, предел при n, стремящемся к бесконечности, s, n, d. Сумма бесконечного ряда, да, это предел последовательности частичных сумм. Ну, естественно, он может существовать, а может и не существовать. Скажем, вот из этих двух примеров, которые я написал, сумма единицы, деленная на 2k, и сумма k квадрат. Понятно, что сумма первого существует, это геометическая прогрессия. Сумма 1 вторая плюс 1 четвертая плюс 1 восьмая и так далее, чему равна. С чем равняется вот такая вот сумма? Единица. Да, единица. Тут можно даже ничего особенного не считать, можно просто представить себе, что вот у вас была шоколадка, вы от нее съели половину, потом вы съели четверть, потом вы съели одну восьмую и так далее. Каждый раз вы съедаете половину от оставшегося кусочка шоколадки, и, значит, в пределе, когда вы перейдете к пределу при настремляющемся бесконечности, вы съедите всю шоколадку свеку. Значит, этот ряд, у него есть численное значение, про него говорят, что он сходится. Нижний ряд, который я здесь написал, сумма квадратов чисел, 1 плюс 4 плюс 9 плюс и так далее, у него, значит, последовательность частичных сумм просто не является ограниченной, потому что вы всякий раз прибавляете какое-то число, деленное от нуля, и такой ряд, говорят, что он расходится. Предела нет. Собственно говоря, в общем-то, тут пока что ничего особо нового, с точки зрения каких-то содержательных понятий, это просто тот же самый наш старый добрый предел. Ну и, собственно говоря, можно дальше пользоваться теми же самыми свойствами пределов, которые мы обсуждали, и вывести некоторые свойства для рядов. Значит, некоторые свойства. Давайте я скажу про самые простые. Ну вот если у вас есть два ряда, допустим, у вас есть ряд сумма по ка от единицы до бесконечности а каты, и есть ряд сумма по ка от единицы до бесконечности b каты, и есть еще какое-нибудь число, c, какое-то число, то можно рассматривать такие штуки. Можно рассматривать сумму по ка от единицы до бесконечности а каты плюс b каты. И если вот эти два ряда сходятся, то тогда сумма вот такого ряда, который составлен из сумма а ката плюс b ката, тоже сойдется, и равняется она будет сумме этих двух рядов. Значит, как обычно, если эти ряды сходятся. Значит, это первое, что я хотел сказать. И второе, что я хотел сказать, что если вы все элементы ряда умножите на константу, то эту константу можно вынести за знак суммирования, и получится вот такая штука. Значит, сумма по ка от единицы до бесконечности c а каты, это и есть c умножить на сумму по ка от единицы до бесконечности а каты. Значит, опять же, тоже если сходится. Вот. Такие свойства линейности. Хотя, значит, как доказывается... Значит, ну просто это следствие... Ну через арифметику пределов. Да, это мгновенное следствие арифметики пределов. И аналогичных свойств для конечных сумм. Значит, например, чтобы доказать первое свойство, мне достаточно того факта, что в конечных суммах можно переставлять слагаемые, поэтому если у меня есть сумма... Значит, ну вот давайте я напишу... Значит, например, первое... Скажем, если у меня есть конечная сумма по ка от единицы до n а каты плюс b ката, то это есть... Ну как это и есть? А1 плюс b1 плюс а2 плюс b2 плюс и так далее, плюс а n плюс bn. Ну я просто пользуюсь тем, что я могу переставлять в конечные суммы, могу переставлять элементы. А1 плюс а2 плюс и так далее, плюс а n плюс b1 плюс b2 плюс и так далее плюс bn. И значит, это просто сумма двух конечных сумм. Значит, сумма по ка от единицы до n а катах плюс сумма по ка от единицы до n b катах. Ну а дальше нужно перейти к пределу. То есть в левой и правой части равенства. Равенство заведомо верно, в левой и правой части равенства нужно перейти к пределу. В принципе, мячемся к бесконечности. Ну и второе свойство доказывается аналогично, я даже не буду его расписывать. Но следует из того, что из конечной суммы можно вынести константную. Вот. Так что тут ничего особо опять же нового. Заметьте, что я когда говорил, например, вот здесь про перестановку слагаемых, я сказал, что переставлять слагаемые можно в конечных суммах, мы про это знаем. Ну, может показаться, что это я такой перестраховщик, но на самом деле, как мы увидим сегодня, тут не все так просто. Бесконечные суммы не всегда обладают теми же самыми свойствами, которыми обладают конечные суммы. Например, старое доброе школьное правило о том, что от перестановки слагаемых сумм не меняется. Оказывается, в случае бесконечных сумм может в некоторых ситуациях давать сбои. Как мы сегодня увидим, ближе к концу лекции. Вот. Ну, хорошо. Давайте, что еще я скажу? Давайте я приведу пару примеров сумм, которые я умею находить. В общем, честно говоря, задача отыскания рядов, она, ну да, кажется, что ряд это какой-то более простой объект, чем, например, интеграл. Ну, что такое ряд? Ну, просто бесконечная сумма. Ну, просто сумма, только бесконечная. А интеграл это какая-то непонятная конструкция. Мы там вводили какие-то интегральные суммы, пределы, разбиение. Вот. Но на самом деле оказывается, что, как правило, посчитать интеграл проще, чем посчитать ряд. То есть разных способов подсчета интеграла как-то их как-то больше, чем разных понятных способов подсчета рядов. Есть, в общем-то, аналоги методов, которые мы использовали для подсчета интегралов, для рядов. Но, в общем, в целом, с рядами как-то жизнь даже посложнее, чем с интегралами. Ну, вот, грубо говоря, я знаю два способа, как считать ряды. Первый способ — это свести геометрической прогрессии. Значит, давайте я напишу. Некоторые примеры лидов. Некоторые примеры нахождения лидов. Сумма лидов. Значит, ну, первый пример — это геометрическая прогрессия. Сумма пока, допустим, от единицы до бесконечности. Б умножить на ку в степени ка. Я никогда не помню формулу для суммы бесконечной геометрической прогрессии. Я помню ее в простой версии, и давайте я ее напишу. Значит, вот если я вынесу b за скобку, а еще я хочу вынести за скобку q, потому что я хочу, чтобы у меня степени начинались с нуля. Тогда я получу вот такую штуку. Значит, q в степени ка минус 1. Значит, у меня была сумма пока от единицы до бесконечности b умножить на q в степени ка. Я вынес bq за скобку. Получилась сумма пока от единицы до бесконечности q в степени ка минус 1. То есть, иными словами, это bq умножить на сумму. Давайте другую букву напишу. m от единицы до бесконечности q в степени m. m от нуля до бесконечности. Понятно, что когда я определил, что такой вариант, я писал здесь сумму от единицы, но понятно, что неважно, от чего начинать, самая какая-то бесконечная сумма получается. И вот для такой штуки я уже помню формулу для геометрической прогрессии. Это бесконечная геометрическая прогрессия. Это просто 1 разделить на 1 минуску, если не ошибся. Вроде так, похоже на правду, смотрите. Всякий раз, когда мне нужно проверить, правда это или нет, я просто ее передоказываю. Давайте посмотрим. Значит, вот такая вот штука. Давайте я скажу, что это s. И дальше я напишу уравнение на эту s. s обладает таким свойством, что если я умножу ее на q, значит, умножу на q вот эту штуку, то я получу такую же штуку, только начинающуюся с q. Значит, если я теперь вычту q, то получится она же. То есть, qs минус q равняется s. Значит, человек все-таки ошибся. Куруль давить на 1 минус q. Кто помнит формулу для суммы гематической прогрессии? Ладно, мне кажется, что это уравнение вроде бы выглядит реалистично. q умножить на s минус q равняется s. Значит, а почему вы минус q убираете? Ну как, смотрите, значит, у меня вот эта сумма, она будет начинаться с q. У меня была такая сумма. Значит, 1 плюс q плюс q квадрат плюс и так далее. Ну, хорошо, давайте я честно напишу конечную сумму, чтобы убедиться в том, что предел существует. Значит, вот такая штука. Давайте я скажу, что вот эта штука, это и есть s n. Ну, давайте посмотрим. Значит, если я все это умножаю на q, то я получаю такую штуку. Значит, q умножить на s n равняется q плюс q квадрат плюс и так далее, плюс q в степени n плюс q в степени n плюс 1. Теперь вычет из одного другое, и получается такая штука. s n, допустим, на 1 минус q равняется, значит, все сокращается кроме вот такой вот штуки. Правильно? И, значит, s n равняется 1 минус q в степени n плюс 1 разделить на 1 минус q. И, значит, если модуль q меньше единицы, то s n стремится к 1 разделить на 1 минус q. Да, значит, я изначально правильно написал эту формулу, а почему я ошибся здесь? Значит, где у меня тут ошибка? Значит, еще раз, что я здесь говорю. Я говорю, что я взял вот эту штуку, умножал на q. Ну да, понятно, потому что мне нужно было вычесть не q, а вычесть... Мне нужно было... Мне нужно было, кажется, прибавить единицу здесь. Ну ладно, короче говоря, вот эта штука выглядит реалистично, а вот все, что я тут пытался написать, вы, наверное, забудьте. А почему мы домножаем еще, типа, там вроде формула должна быть b делить на 1 минус q, если просто брать бесконечно бывающий геометричный... Возможно, потому что я начал нумерацию с единицы, тогда это все зависит. А, ну да, да. Поэтому вот как раз у меня вот эта q вынеслась. Ну вот, ну я говорю, делал гибл и пытаться запомнить эту формулу, особенно в общем ее виде, ну я не знаю. Я постоянно путаюсь и постоянно я вот это вот рассуждение делаю заново, и, значит, она выглядит железобетонным и всегда работает. Вот. Хорошо. Значит, ну вот попутно мы доказали, что действительно этот ряд сходится, когда модуль q меньше единицы, просто потому что вот мы явно нашли частичную сумму, и мы видим, что в этой частичной сумме присутствует вот эта слагаемая q в степени n плюс c1, которая стремится к нулю, если модуль q меньше единицы, как мы там на каком-то из первых семинаров доказывали. Вот. Значит, это первое, что я умею суммировать. Второе, давайте, значит, это некоторый класс сумм, которые условно называются телескопическими суммами, по крайней мере, в англоязычных источниках я такое обозначение видел, не знаю по-русски, насколько это вообще принято. Значит, телескопические суммы. Значит, давайте проще всего объяснить на примере. Вот, допустим, у меня такая задачка. Я хочу посчитать сумму пока от единицы до бесконечности. Единица разделить на k умножить, ну давайте, на k плюс 1. Вот такой штуки. Смотрите, значит, я могу сделать вот, что я могу взять и преобразовать вот эту вот штуку. Таким образом я могу сказать, что единица разделить на k, k плюс 1 – это разность двух дробей. Вот такая штука. Это единица разделить на k. Сейчас, значит, в правильном порядке нужно написать. Единица разделить на k минус единица разделить на k плюс 1. Вот, и теперь я могу сделать, попробую сделать такую штуку. Смотрите. Значит, давайте я эту сумму буду выписывать, начиная с первых слагаемых. Значит, это получается единица разделить на 1 минус единица разделить на 2. Плюс второе слагаемое. Единица разделить на 2 минус единица разделить на 3. Плюс третье слагаемое. Единица разделить на 3 минус единица разделить на 4. плюс и так далее ну дальше могу посокращать вот такие вот штуки значит у меня здесь минус 1 2 плюс 1 2 минус 1 3 плюс 1 3 минус 1 4 дальше будет плюс 1 4 и так далее дальше много все посокращать и сказать что это равно единице давайте пока поставлю знак вопроса нравится такое рассуждение в общем мы что-то можем утверждать вообще про бесконечный ряд если мы все сократим то будет равно единице я думаю мы не можем так утверждать не можем ну вот явно что вот была вот эта единица ничем не сокращается а вот все остальные пара слагаемых они сокращаются вот у нас есть явно 1 2 здесь 1 2 здесь 1 3 здесь и так далее у нас явно есть все остальные слагаемые явно разбиваются на пары которые взаимно уничтожаются но у нас всего слагаемых четное число все бесконечное бесконечное количество слагаемых а мы не мы не знаем какой как будет последним ну то есть не можем утверждать что он сократится или нет последнее как минимум стремится к нулю а вообще бесконечности нет такого рассуждения как последнее вообще мы можем попробовать перегруппировать формуле то есть вынести единицу как-то придумать чтобы у нас последовательность была сумма из одинаковых чисел да ну вот смотрите значит что меня что меня пугает в том рассуждении которое я сейчас попробовал вам продать значит давайте попробую применить то же самое для вот такой вот суммы у нас рита сходится да хороший вопрос сходится он или нет но давайте представим себе что я бы вам сейчас попробовал бы продать вот такой вот такой способ вычислять вот такую сумму вот есть у вас такая сумма сумма пока от единицы до бесконечности сумма минус 1 в степени к плюс 1 давайте вот такой возьмем это такой ряд 1 минус 1 плюс 1 минус 1 плюс 1 минус 1 плюс и так далее ну для начала как вы думаете отряд сходится или нет нет какие у него частичные суммы бывают у него была частичная сумма 1 потом 0 потом 1 потом 0 потом 1 потом 0 и так далее никакого предела последовательность из частичных сумм у него нет но теоретически я могу попробовать использовать тот же самый подход который сейчас использовал для рассмотрения предыдущего ряда сказать что ну вот у меня минус единички с плюс единичками сокращаются например вот так вот так начиная со второй и получить что предел этого ряда равен единиц не предел а значение этого ряда сумма этого ряда правда с тем же успехом я могу просто сократить по другому я мог бы сократить наоборот вот так значит вот эту единицу с вот этой минус единицей вот эту единицу с вот этой минус единицей и тогда получить значение 0 в качестве ответа ну то есть видно что такие вот сокращения бесконечных суммах это дело небезопасно на самом деле вот это все неправда поэтому для того чтобы аккуратно обосновать здесь у нас нет предела для того чтобы аккуратно обосновать вот это сокращение нужно на самом деле вот что сделать нужно просто рассмотреть частичные суммы работать частичными суммами вообще общее правило состоит следующем если у вас есть какой-то непонятный объект но он определяется через какие-то более понятные и вы не уверены в том что это корректно ли какая-то операция с этим непонятным объектом или нет то вам нужно просто так сказать взять вернуться к тем более понятным объектам которые лежат в основе и работы с ними если непонятно корректно ли какая-то операция с бесконечным рядом нужно вернуться к частичным суммам которые являются вполне понятно для нас объектом и разобраться с тем что там происходит значит сумма пока от единицы до n единица на к к плюс 1 это будет такая штука это будет 1 разделить на 1 минус 1 2 плюс 1 2 минус 1 3 плюс и так далее давайте я два предпоследних слагаемых напишу как выглядит предпоследняя слагаемого этой сумме 1 делить на n значит давайте так вот я раскрываю здесь предпоследние слагаемые значит я я хочу написать 4 предпоследних слагаемых вот в той сумме которая у меня получается после того как я все скобки раскрыл день делить на минус 1 значит один делить на н минус 1 минус011 делить на 1 минус 1 1 organization верно вот так Значит, у меня самое последнее слагаемое должно быть минус 1 делить на n плюс 1, потому что внутри суммы стоит единица на k минус единица на k плюс 1. Когда k равняется n, я должен получить, соответственно, n плюс 1 в качестве знаменательного. Опять же, если не уверены с такой суммой, то всегда можно взять, поставить n равное 3, посмотреть, что получается. Вот. И вот теперь здесь в этой конечной сумме уже можно честно посокращать все, что посокращается. Значит, видно, что минус 1 в 2 сократится с плюс 1 в 2, минус 1 в 3 сократится дальше с 1 в 3, которая в этом многоточии и так далее. Но давайте я условно скажу, что минус 1 в 3 сократится с плюс 1 n минус 1. И дальше можно сказать, что последняя пара сокращающихся слагаемых – это минус 1n плюс 1n. И слагаемый минус 1n плюс 1 ни с чем не сокращается. Получается такая штука – 1 минус единица на n плюс 1. Вот это частная алгебраическая сумма, тут нет никаких рядов, вообще ничего нет, просто алгебраическое равенство. И вот теперь мы можем перейти к пределу при n стремящемся к бесконечности и заметить, что это будет единица. То есть действительно, тот ответ, который мы получили вот здесь, сокращая бесконечное количество вот этих вот слагаемых, он оказывается верным. Но это именно благодаря тому, что у нас вот этот остаток, который у нас здесь всегда остается, он маленький, он стремится к нулю. Вот. Вот тут вот с суммой минус единицы в степени к плюс 1 такой фокус бы не прошел. Вот. Верните, пожалуйста, там, где вот этот ряд записывается. Вот один из 9. Это получается сумма ряда, если так ее записывать, 1 вторая плюс 1 шестая плюс 1 двенадцатая и так далее. Но есть еще ряд 1 вторая плюс 1 четвертая плюс 1 восьмая. И они, оба этих рада, стремятся к единице. Но при этом тот ряд, который 1 вторая плюс 1 четвертая плюс 1 восьмая, как бы больше, чем этот. Сейчас. Нет, я не думаю, что... Сейчас, смотрите. Значит, здесь какая-то... Здесь в ознаменестве стоят какие-то квадраты. Тот ряд, который вы говорите, это, видимо, гематическая прогрессия, которую мы писали с самого начала. Значит, я боюсь, что... Я боюсь, что между ними нет такого хорошего соотношения. Какие-то члены больше у одного ряда, какие-то члены больше у другого ряда. Если вы запишите их, посмотрите, что это так. Понял. Вот. Хорошо. Давайте поговорим немножко про то, когда ряды сходятся, а когда нет. Это для нас, пожалуй, самое важное. Потому что найти значение ряда можно не всегда, а вот доказать сходимость довольно часто можно. И чаще всего именно это и хочется сделать. Уж как-нибудь найти там... Это уже не всегда... Это уже, может быть, не так важно. Давайте поговорим про какие-то условия сходимости. Ну, первый и самый простой признак сходимости такой. Точнее, не признак, а наоборот необходимые условия. Значит, необходимые условия сходимости. Вот, на самом деле, когда я посмотрел на вот этот ряд, состоящий из плюс-минус единичек, значит, можно было бы даже не пытаться считать частичные суммы, а просто мгновенно сказать, что этот ряд не сходится. Почему? Ну, потому что у него общий член, вот то выражение, которое стоит под знаком суммы, окатая, которое у нас раньше было, оно не стремится к нулю. Оказывается, что если оно не стремится к нулю, то ряд не может сходиться. Значит, а именно, если ряд сумма пока от единицы до бесконечности, окатая, сходится, то предел при k, стремящемся к бесконечности, окатая, равен нулю. Значит, давайте мы это докажем. Давайте сделаем так. Вот у нас есть Sn, которая есть сумма пока от единицы до n, окатого. И давайте я скажу вот что. Давайте я скажу, что An – это есть Sn – Sn – 1. Значит, если я возьму две соседних частичных суммы и высчиту одну из другой, то я получу в точности n-ный элемент моего ряда. Ну, а теперь я могу перейти к пределу при n-стремящемся к бесконечности и получить, что предел при n-стремящемся к бесконечности An равняется пределу при n-стремящемся к бесконечности Sn – Sn – 1. Дальше я могу воспользоваться теоремой о пределе суммы, написать, что это сумма пределов Sn и предела Sn – 1. Значит, но мы понимаем, что вот этот предел и этот предел – это одно и то же. Если этот предел, в принципе, существует, то это означает, что эти значения должны быть равны. Потому что вот в этом пределе, это предел той же самой последовательности, просто мы начинаем нумерацию не с единицы, а с нуля. Не с двойки, а с единицы. Вот, и от предела, этот двигатель нумерации, конечно, на предел никак не повлияет. Поэтому это будет просто ноль, если этот предел существует. А почему он существует? Ну так мы же вначале сказали, что ряд сходится. А он существует, так как ряд сходится. Так как этот предел просто равен сумме ряда по определению. Вот, ну и все. Доказано. Вот, поэтому если вас спрашивают, сходится ряд, вы смотрите, видите, что у него частичная сумма не стремится к нулю, ну и все, вопрос закрыт. Не сходится. Ряды, кстати, похожи на интегралы, но вот аналога такого факта в случае с интегралами нет. Но не собственный интеграл, я имею в виду. Можно придумать функцию, которая не будет стремиться к нулю, но у которой есть не собственный интеграл, допустим, от единицы до бесконечности. Но с рядами такой фокус работает. Значит, тут сразу, естественно, возникает вопрос. Ну хорошо, я написал, что это необходимые условия сходимости. А вдруг оно даже является и достаточным. Как было бы хорошо. Смотрим на общий член, стремиться к нулю, значит, сходится. Было бы здорово, если такое правило работало. Но оно не работает. Это только необходимые условия сходимости. Значит, и давайте я на эту тему приведу пример. Значит, оно не является достаточным. Я приведу пример, который сам по себе важен. Он называется «Гармонический ряд». А именно это ряд по k от единицы до бесконечности, единицы, деленные на k. Ну вот, казалось бы, единицы, деленные на k, а каждый следующий член меньше предыдущего, и они стремятся к нулю. Ну, вроде как похоже на то, что их сумма должна быть какой-то конечной. Если попробовать находить эту сумму, то видно, что они там как-то все медленно-немедленно растут, частичная сумма. Но, тем не менее, отряд расходится. Давайте докажем. Я сейчас запишу эту сумму вот такую, длинненькую. Значит, мы начинаем с 1 плюс 1 вторая, плюс 1 треть, плюс 1 четвертая, плюс 1 пятая, плюс 1 шестая, 1 седьмая, 1 восьмая, 1 девятая, плюс 1 девятая, плюс 1 пятнадцатая, 1 шестнадцатая, 1 семнадцатая, ну и хватит, и так далее. И давайте посмотрим на слагаемые в этой сумме. Давайте их сгруппируем. Значит, а именно я хочу сказать вот что. Первые два слагаемых мы оставим в покое. Вот, например, третья и четвертая мы сгруппируем и скажем, что их сумма больше, либо равна, даже строго больше, чем 1 четвертую умножить на 2. Ну, я просто беру последний элемент в этой группе и говорю, что все предыдущие больше него. Их у меня две штуки здесь. Значит, это больше, чем 1 четвертая умножить на 2. Ну, давайте теперь я возьму следующий отрезочек. Следующий отрезочек будет длины 4, от 1 пятой до 1 восьмой. И заметим, что эта штука, она больше чего? 1 восьмой и 4. Да, я снова должен взять последний элемент и сказать, что все остальные больше него. Значит, последний элемент в этой группе 1 восьмая. Предыдущие три элемента, 1 пятая, 1 четвертая, 1 четвертая, 1 четвертая, 1 четвертая, 1 четвертая, 1 четвертая. В одном случае получается 1 вторая, и в втором случае получается 1 вторая. И дальше можно сделать то же самое со следующим набором. Значит, какие элементы будут входить в следующую группу? Откуда-докуда? Начиная с 1 девятой до 1 шестнадцатой. Да, начиная с 1 девятой, заканчивая 1 шестнадцатой. Значит, их здесь будет больше, чем 1 шестнадцатая. Ну вот можно посмотреть внимательно, что их здесь будет 8 штук. Ну, понятно, с 9 до 16 нужно посчитать. То есть если было бы с 9 до 9, то это был бы один элемент, если 9 до 10, то это два элемента. Поэтому нужно из 16 вычесть 9 и еще превратить единицу. То есть все равно, что из 16 вычесть 8, получается 8. И основа 1 вторая. Ну и понятно, что так можно продолжать до бесконечности. Просто каждый раз брать вдвое большую группу, вдвое больше по числу слагаемых. И оказывается, что сумма этой группы оказывается всегда больше, чем 1 вторая. И поэтому так мы можем по этим 1 вторым продвигаться, увеличивая наши значения все больше и больше. И поэтому этот ряд просто стремится к бесконечности. Значит, равняется плюс бесконечность. Убедительно ли это звучит? Значит, можно чуть-чуть побольше формул написать, но мне кажется, что дальше должно быть понятно, что она так всегда будет работать. Нужно ли расписать подробнее? Ну, самое главное, единственное, что нам нужно сказать, это то, что у нас всегда найдется очередная вот такая вот длинненькая сумма, у которой будет больше, чем 1 вторая. Ну, можно просто явно сказать, что это сумма, которая будет начинаться с 1 делить на 2 в степени k плюс 1, а заканчивается следующей степенью двойки. Единица разделить на 2 в степени k плюс 1. Как? Убедительно звучит? Нужно еще что-то написать про это? Хорошо. Давайте еще поговорим про какие-нибудь признаки исходимости. Ну, вот мы на примере гармонического ряда убедились, что с исходимостью все не так просто, но тем не менее какие-то признаки существуют, которые позволяют установить, отсходится или нет. Но вот давайте я про некоторые из них скажу. Значит, признаки исходимости. Давайте я скажу про признак сравнения. А именно, что если у вас есть два ряда, сумма по k от единицы до бесконечности a катах и сумма по k от единицы до бесконечности b катах, и для всех k а катах меньше либо равняется b катах, и при этом а катах больше либо равняется нулю, и ряд по k от единицы до бесконечности b катах сходится, тогда сумма по k от единицы до бесконечности a катах тоже сходится. То есть если у вас есть неотрицательные ряды, ряды из неотрицательных слагаемых, и вы можете ограничить ваш ряд каким-то сходящимся рядом, то ваш ряд точно сходится. Давайте я быстренько это дело докажу. На самом деле это дико похоже на то, что мы уже делали, например, с интегралами несобственными на бесконечности, и даже в какой-то мере проще. Давайте я скажу так. Пусть у меня есть а n, а большое n – это частичная сумма ряда о катах. К от единицы до n о катах. И есть b n – это частичная сумма ряда для b катах. И что я могу сказать? Я могу сказать, во-первых, что b n не убывает, потому что все элементы ряда неотрицательны. И b n стремится… Давайте я напишу раз ряд b катах сходится. Давайте считаем, что он сходится к какому-то конкретному числу. Давайте я его обозначу через b большого. Значит, b n сходится к b большому. Ну, это означает, что для всех n b n не превосходит b большого. Значит, мы знаем, что если у нас последовательность монотонно возрастает или, по крайней мере, не убывает, и у нее есть какой-то предел, то она уж точно не может от этого предела никогда превосходить. Потому что если бы она в какой-то момент перескочила через этот предел, она бы к нему уже не могла приблиться, не могла бы вернуться к всему монотонности. Ну, с другой стороны, просто из применения конечной суммы вот к такому неравенству о том, что а катах не превосходит b катах, следует, что у меня а n не превосходит b n. Ну, значит, а n не превосходит b n, а b n не превосходит b. b, следовательно, а n не убывающая ограниченная последовательность. Следовательно, потерями вестрассы существует предел. Ну, это автоматически по определению означает, что ряд а катах сходится. Вот мы и доказали признак сравнения. В общем, выглядит реалистично. Если вы можете какой-то ряд ограничить сходящимся, то, наверное, ваш ряд тоже сходится. Ну, важно вот это условие не отрицательности, значит, конечно, ничего не работает. Ну, как с интегралами было. Так, ну что, нет вопросов по этому доказательству? Хорошо. Смотрите, давайте я еще один какой-нибудь признак расскажу. Давайте. Вторая штука, которая нам нужна, это... Интегральный признак. Вы хотите сделать предельный переход вот в этом неравенстве? Значит, Сергей спрашивает, почему мы не делаем предельный переход? Смотрите, для того, чтобы сделать предельный переход, нам нужно знать, что предел существует. Если предел не существует, то предельный переход делать нельзя. Если мы... И как бы это означает, что предельный переход в неравенстве нельзя использовать для того, чтобы доказать, что предел существует. Например, вот у вас есть последовательность, скажем, у вас есть последовательность плюс один, минус один, плюс один, минус один. Верно, что все элементы этой последовательности не превосходят последовательности, которая устроена так. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Значит, вот предел последовательности 2, 2, 2, 2, 2, 2 существует, а такой последовательности нет, несмотря на наличие неравенства, мы такого вывода сделать не можем. Поэтому нам важно именно это неубывание и важное использование теоремы Верштрасса. Мы используем теорему Верштрасса, если у нас даже не последовательность, а наша сумма. Смотрите, мы говорим, что у нас жила-была сумма, но мы теперь от суммы перешли к такой последовательности частичных сумм и работаем с этой последовательностью частичных сумм. Значит, нам нужно доказать, что существует предел вот этой последовательности частичных сумм. И мы это делаем, применяя теорему Верштрасса не к нашей исходной последовательности Аката, а к последовательности А большого Н, к последовательности частичных сумм. Это просто обычная последовательность, обычная числовая последовательность. Ничего нового. Работают все те же самые теоремы, которые у нас были раньше. В частности, теоремы Вейш-Траса. Мы знаем, что эта последовательность частичных сумм не убывает. И мы знаем, что она ограничена вот этой суммой, значит, суммой ряда для бэкатах. Ну, значит, по теореме Вейш-Траса есть предел аэндах. А это то же самое, предел аэндах, просто по определению, это то же самое, что сумма бесконечного ряда пока от единицы до бесконечности акаты. Спасибо. Так, еще вопросы? Хорошо. Давайте про интегральный происходимость поговорим. Значит, оказывается, что довольно часто нам проще исследовать происходимость некто несобственно интеграл, чем похожий на него ряд. И этим можно пользоваться. Значит, у нас есть такое утверждение, что если у нас есть какая-то функция f, значит, какая-то функция, ну, допустим, она определена от нуля, или, допустим, от единицы до предбесконечности, f не возрастает, и для всех иксов f от x больше либо равняется нуля. Тогда ряд сумма по k от единицы до бесконечности f от k сходится. Тогда и только тогда, когда интеграл от единицы до плюс бесконечности f от x dx сходится. f не возрастает, да? Да, f обязательно должна не возрастать, иначе рассуждение не сработает. То есть, иными словами, вот смотрите, когда мы записываем какой-нибудь ряд, типа сумма единицы разделяется, скажем, на k квадрат, мы можем думать о том, что у нас есть такая функция f от x, которая есть единица на x квадрат, и у нас вот в этом ряду стоит сумма f от k. Пример. Оказывается, что если вот эту самую функцию, которая как бы образует мои члены ряда, можно проинтегрировать, понятно, что сами члены ряда, они просто определены в каких-то дискретных точках, в каких-то целых значениях k. Но если они записаны с помощью какой-то формулы, то, как правило, мы можем думать про эту штуку, как про значение некоторых функций в этих самых точках k. И если эта функция обладает этими двумя свойствами, она не возрастает, не отрицательно, ну, тремя свойствами. Не возрастает, не отрицательно, и соответствующий интеграл сходится, тогда ряд тоже сходится. И в обратную сторону тоже работает. Если ряд сходится, то интеграл сходится. Вопрос. Вот такой вот ряд, единица делительная k квадрат, сходится или нет, как вы думаете? Как интеграл. Да, интеграл сходится или нет, единица делительная x квадрата. Значит, это единица до плюс бесконечности. Ну да. Сходится, да. Значит, можно посчитать первообразно, она будет минус единица деленной на x. И из-за того, что эта штука стремится к нулю на бесконечности, видно, что эта штука сходится. Вот. Ну, давайте докажем этот интегральный признак сходимости. Он доказывается методом рисования такой картинки. Значит, вот давайте я... нарисую график функции. Значит, у меня есть какая-то функция, про которую мы знаем, что она определена от единицы. Значит, она определена от единицы и дальше, не отрицательна и не возрастает. Значит, какая-то вот такая вот функция. И давайте я теперь... Ну, во-первых, понятно, кто такой интеграл. Интеграл — это просто площадь под вот этой кривой. Давайте попробуем понять, кто такая сумма ряда. Значит, сумма по k от единицы до бесконечности. f от k. Ну, давайте смотреть. Значит, у меня есть значение. Значит, мне нужно отметить значение функции f во всех целых числах. Значит, вот единицы, в двойке, в тройке и так далее. Давайте я эти значения отмечу. Вот они. Значит, вот у меня значение f в двойке, вот значение f в единице. Дальше у меня значение f в тройке, в четверке и так далее. А теперь я хочу построить какую-то штуку геометрическую, которая бы соответствовала вот этой сумме ряда. Как бы это сделать? Значит, ну вот на самом деле я могу просто взять и нарисовать такие столбики, как эти столбики должны выглядеть. Значит, вот, например, над отрезком 2,3. Как у меня должен этот столбик проходить? Значит, я хочу, чтобы у меня была площадь, которая равна f от какому-то k. Ну вот давайте я нарисую такие столбики, у которых столбик, например, над отрезком 2,3, у него верхняя граница будет проходить по значению функции f в точке 3. А столбик над следующим отрезком, от 3 до 4, у него верхняя граница будет проходить по значению функции f от 4. То есть получается какая-то вот такая штука. Ну и на самом деле видно, что моя сумма ряда – это как раз площадь всех вот этих вот столбиков. Но при этом я эти столбики так нарисовал, что… Ну, смотрите, правда ли, что сумма всех этих столбиков, сумма площадей всех этих столбиков, правда ли, что она меньше, чем интеграл от единицы до бесконечности для моей функции? Ну, нет, у вас, может быть, что функция… А у нас функция не возрастает, да, из-за этого? Да, функция не возрастает. Ну вот на самом деле видно, что действительно моя фигура, которая малином закрашена, она вроде как лежит везде, где нужно, но вот за одним небольшим исключением. Значит, вот моя площадь, которая интеграл. Значит, кто мешается? Ну вот первый… Первый столбик, да. Он просто вылезает за мою площадь. Ну, не страшно, он один. Давайте я просто его вынесу отдельно. Значит, я скажу, что вот такая сумма – это есть f от единицы плюс сумма, начиная с двойки. А вот эта сумма, начиная с двойки, уж точно не превосходит моего интеграла. От единицы до плюс бесконечности, f от x до x. Ну и, собственно говоря, все. Значит, я мог бы формально написать, я мог бы написать такую вещь, я мог бы сказать, что сумма по k от 2 до бесконечности, f от k, это есть формально такая штука, это есть интеграл от единицы до плюс бесконечности, вот такой функции. Значит, f от… Значит, здесь мне нужно взять округление вверх от x по dx. Значит, если я любую точку x заменяю на ее округление вверх, то вот этот интеграл просто равняется вот этой сумме, как есть. А с другой стороны, в силу неубывания этот интеграл не превосходит интеграл от единицы до плюс бесконечности, f от x до x. Значит, так как f не убывает. Не возрастает. Не возрастает, да. Потому что при взятии верхнего целого округления вверх я значение x увеличиваю, и, значит, значение функции может только уменьшиться. Поэтому вот этот интеграл не превосходит вот этого интеграла. Интеграл, где у меня вместо x подставлено округление вверх от x, не превосходит вот такого интеграла. Ну и таким образом доказывается, что если интеграл сходится, то и ряд сходится. Понятно ли это рассуждение? Мы не могли взять интеграл от нуля, или тогда у нас типа будет зайти с зеленостью? Могли бы, но у нас функция просто не определена в нуле. Я как бы говорил, что у меня изначально я требовал... Поскольку у меня вот в этой сумме участвует самая маленькая k, которая у меня участвует, это k равная единице, то я от f требовал просто, чтобы она была определена, начиная с единицы. Как она устроена в нуле, я не знаю, она может быть вообще не определена. Поэтому интеграл мне пришлось брать тоже с единицы. Ну и поэтому вот пришлось здесь отдельно разбираться с этим первым слогами. В обратную сторону? Да, хороший вопрос. Как в обратную сторону сделать? Мы просто в другую сторону будем делать эти... Да, значит, чтобы доказать утверждение в обратную сторону, что если сходится ряд, то сходится интеграл, нужно наоборот. Площадь, которая соответствует интегралу, поместить внутрь наших прямоугольничков. И делается это просто методом рисования прямоугольничков в другую сторону. Вот так вот. Это означает, что вот в этом интеграле я буду брать вместо округления вверх, я буду брать округление вниз. Дальше все работает абсолютно так же. Вот. Как? Реалистично выглядит? А в обратной стороне, если уже интеграл сходится, тогда ряд сходится? Сейчас, значит, давайте смотреть. У меня вот эта картинка, вот эта картинка верхняя, доказывает, что если интеграл сходится, то ряд сходится, потому что у меня ряд соответствует вот этим вот прямоугольничкам, а прямоугольнички у меня внутри площади, которая подкрывает, внутри интеграл. Это в обратную сторону. Это если ряд сходится, то и интеграл тоже сходится. Если ряд сходится, у нас же эти прямоугольники будут больше, чем у ряда. Как мы можем сказать? То есть если ряд сходится, а интеграл... Нет, эти прямоугольники будут... Вот сумма площадей тех прямоугольников, которые я нарисовал, это в точности суммы ряда. Смотрите, вот у меня есть единицы, двойка, тройка и так далее. Значит, я нарисовал прямоугольники в другую сторону, но смотрите, сумма их площадей, это в точности суммы ряда, потому что вот это это просто f от единицы, вот это это просто f от двойки, вот это просто f от тройки и так далее. вот та площадь которой я нарисовал вот эта площадь это тоже самое что сумма покат единиц на бесконечности откаты согласно повторить просто еще что мы делаем обратную сторону так давайте я напишу значит вот сверху у меня было утверждение что если ряд сходится подката сходится то интеграл сходится сейчас простите наоборот сам не запутался в какую сторону чего здесь наоборот в первом в первой картинке было утверждение что если интеграл сходится то ряд сходится во второй картинке в обратную сторону значит если ряд сходится то интеграл сходится вот так если ряд сходится то интеграл сходится то мы рисуем именно вот так давайте посмотрим вот вот у меня нарисовано нарисовано ровно то что на картинке что-то у меня график функции f от x дальше я утверждаю что вот та фигура которая заштрихована ну если продолжать вправо то она будет то ее площадь будет в точности равняется сумма от этого ряда но потому что площадь первого прямоугольника это f от единицы согласно с тем что площадь первого прямоугольника это f от единицы я не понимаю разницу между первой и второй картинкой то есть когда мы просто переворачиваем прямоугольники почему тогда у нас условие если там интеграл сходится потом условие если наоборот ряд сходится ну смотрите значит тут вопрос исключительно в том в какую сторону этот прямоугольник рисуем вот у нас есть значение в какой-то конкретной точке если мы нарисуем этот прямоугольник влево то мы получим оценку в одну сторону у нас вот этот прямоугольник будет гарантирован под графиком функции а если мы нарисуем такой же прямоугольник но только пустим его вправо то у нас этот прямоугольник будет наоборот над графиком функции он будет включать в себя следующую площадь под графиком функции значит но в частности из-за того что мы его тут вот пускали эти прямоугольники влево нам пришлось избавиться картинки сверху нам пришлось избавиться от этого первого элемента вот здесь на картинке снизу нас никакой такой проблемы с первым элементом нету как раз вот это добавление или убирание первого элемента она создает тот самый зазор между оценка сверху оценка снизу мне кажется что вас это пугает что мы нарисовали одну и ту же картинку и вроде как пытаемся одну и ту же картинку продать и как оценку сверху и как оценку снизу но на самом деле эти картинки разные не правда что одна из них получается из другой просто с двигом потому что одна из них получается из другой в частности удалением вот этого первого элемента f от единицы в верхней картинке вот эта штука просто в оценке она просто не участвует то есть как вообще говорим что у нас когда мы делали что если у нас интеграл сходится то ряд сходится я думаю как говорим у нас ряд меньше чем интеграл да и и все да значит ряд начиная с двойки не начиная с единицы начиная с двойки не превосходит соответствующего интеграл да и все ну то есть у нас ряд ограничен получается ну да ну как бы ну окей формально я могу сказать так что вот у меня есть части последователь частичных сумм это последующие частичных сумм не превосходят последовательность интеграл и последователь интегралов сходится значит последовательность частичных сумм это опять же ограниченная ограничено не бывающая последовательность можно так сказать то есть нам тут важно что все у нас члены больше 0 По факту мы доказали необходимые достаточные условия сходимости ряда. Не необходимые достаточные условия сходимости ряда. Хорошо. Давайте еще одну штуку обсудим. До сих пор мы обсуждали ряды с положительными слагаемыми. Давайте обсудим штуку, в которой есть слагаемые, наоборот, меняют знаки. Знаки переменной ряды. Давайте считать, что у меня есть последовательность Акатах. Акаты больше либо равны нуля для всех k. И я составляю из этой последовательности такой ряд. Сумма пока от единицы до бесконечности минус единицы в степени k Акаты. Давайте минус единицы в степени k плюс 1, чтобы начинать с плюса. То есть, иными словами, я просто пишу такую сумму. А первая минус А вторая плюс А третья минус А четвертая плюс и так далее. Значит, про такие знакопеременные ряды изучать их сходимость очень легко. Потому что вот для таких рядов тот необходимый признак сходимости, то необходимые условия сходимости, которые мы обсуждали в самом начале, о том, что общий член стремится к нулю, является почти достаточным. А именно, справедливо следующее утверждение. Значит, утверждение. Если Акаты убывают, но по крайней мере не возрастают, и стремится к нулю, то ряд такой, какой мы написали, сходится. То есть, если вы знаете, что у вас знаки постоянно меняются, плюс 1, минус 1, плюс 1, минус 1, то тогда, в общем, вам достаточно того, что последовательность монотонного сходится к нулю, последовательность Акатах, которые составляют общий член с подходящим знаком, чтобы доказать сходимость этого ряда. Давайте я сейчас покажу, как это доказывается. Значит, я не успеваю доказать еще одну штуку. Может, модуль все-таки? Что? Модуль Акани возрастает. Ну, у меня Акаты не отрицательные. У меня, как бы, члены ряда получаются из Акатах умножением на либо плюс, либо минус единицу. Поэтому я здесь пишу просто, что Акаты не возрастают. В моих обозначениях Акаты это уже будет. Давайте посмотрим на такую штуку. Значит, вот у меня есть числовая прямая. Я на этой числовой прямой буду отмечать мои суммы, частичные суммы. Значит, СН равняется сумма по К от единицы до Н минус единица в степени К плюс 1 Акаты. Ну, вот у меня есть где-то на этой картинке С1. Значит, С1 – это просто то же самое, что А1. Дальше. Если я перехожу от этого С1 к А2, то мне нужно сделать шаг назад, вычесть А2. И получается С2. С2 равняется С1 минус А2. Правильно? Давайте смотреть. У меня С1 – это просто А1. С2 – это А1 минус А2. Дальше. Что я должен сделать, чтобы перейти от С2 к С3? Значит, я должен сделать шаг, наоборот, вперед, потому что у меня знак должен измениться. И могу ли я зайти за С1 при этом? Могу ли я вот сюда вот уйти? Нет, не можете, потому что функции не возрастают. Да, я договорился о том, что у меня Акаты не возрастают, поэтому я могу самое большое, куда я могу зайти, это я могу зайти вот сюда уже, в С1. Или я могу уйти куда-то ближе к С2. Значит, вот такая вот картинка. Значит, вот это у меня будет С3. Ну и так далее. На самом деле, дальше процесс будет продолжаться. Значит, дальше я должен сделать, наоборот, шаг. Здесь у меня было минус А2, здесь будет шаг плюс А3. Дальше я должен сделать, наоборот, шаг в обратную сторону. У меня здесь будет минус А4. Опять же, поскольку у меня вот здесь вот расстояние равняется А3, то когда я буду делать шаг назад, я за это А3 не зайду, и поэтому я опять же попаду внутрь этого отрезка. И так далее. Значит, получается такая последовательность уложенных отрезков. Значит, вот можно рассматривать просто отрезки, которые образованы последовательными суммами. Значит, например, отрезок с концами С1 и С2. Отрезок с концами С2 и С3. Отрезок с концами С3 и С4. Это последовательность уложенных отрезков. Раз это последовательность уложенных отрезков, то, во-первых, можно заметить, что у них есть непустое пересечение. Во-вторых, это не просто последовательность уложенных отрезков. Мы знаем, что их длины, которые как раз равны АК, стремятся к нулю. Ну, а раз так, то мы знаем, что у них есть единственная точка пересечения, и концы этих отрезков будут стремиться к этой единственной точке пересечения. Но концы отрезков – это и есть частичные суммы, и поэтому это означает, что у частичных сумм есть предел. А как вы поняли, что у нас длина стремится к нулю, если у нас каты не возрастают, а не убывают? — Это явные условия. Я явно потребовал, чтобы окаты стремилось к нулю. — Хорошо. — Мы рассматриваем отрезки. Здесь нужно понять, эти отрезки, видимо, будут устроены так. Как S2MT, S2M-1 и S2MT, S2M-1 и так далее. Если мы рассматриваем такие отрезки последовательные, то тогда они вложены, и их длина стремится к нулю. Следовательно, существует единственная общая точка. И концы отрезков стремятся к этой общей точке. Но эти самые концы отрезков, предел концев отрезков – это и есть предел частичных сумм. Их предел – это просто сумма ряда. Сумма ряда существует, она как раз равна вот этой самой общей точке. Общей точке этих отрезков. Как реалистично выглядят? — Нет. Значит, понятная конструкция? — Да. Хорошо, смотрите. Я не успел рассказать про абсолютные условно-сходящиеся ряды. Давайте я буквально потрачу еще одну минуту, чтобы просто дать определение. А саму теорему, которую я хотел рассказать, я расскажу в следующий раз, она вам, пока не на этих семинарах, на ближайших семинарах не понадобится. Значит, теорема такая. Значит, определение. Если ряд модулей сходится, то говорят, что сам ряд сходится абсолютно. То есть, если ряд из модулей окатых сходится, то сам ряд из окатых сходится абсолютно. Это определение. Если ряд сходится, но не абсолютно, не сходится абсолютно. Говорят, что он сходится условно. И теорема гласит следующее. На самом деле здесь есть две теоремы. Теорема один. В абсолютно сходящемся ряду можно переставлять слагаемые. Сумма от этого не поменяется. Не зависит от порядка слагаемых. И теорема два, самая загадочная, говорит следующее. В условно сходящемся ряду при перестановке слагаемых можно получить любую сумму. Если ряд сходится условно, то старое доброе школьное правило о том, что от перестановки слагаемых сумма не меняется, перестает работать. Оказывается, что если вы можете менять порядок следования слагаемых в условно сходящемся ряду, то вы можете заставить сумму уже после перестановки быть равны, чему хотите. Это в какой-то мере парадоксальное утверждение. И давайте я докажу его на следующей лекции. Вот, есть ли какие-то вопросы? Интрига. Да, интрига. Как это называется в сериалах, когда все заканчивается на самом интересном месте. Забыл термин. Ну ладно. Окей, ну что. Есть ли еще какие-то вопросы? Клиффхенгер, да. Помню, что что-то такое там было. Так, есть ли какие-нибудь вопросы? А варианты файналов вы куда-нибудь положите? А я уже положил. У нас стоит с курса. Все, спасибо большое. Как по времени будет длиться файнал? А то он кажется немножко объемнее, чем мидерм. Он будет длиться по-моему столько же, сколько мидерм, но объем мы подрегулируем соответствующим образом. Ага. Ну просто как-то коллеги говорят, что плохо получается проводить удаленно контрольные мероприятия длиной больше двух часов. И поэтому мы их немножко сокращаем. Можно вопрос насчет гематической прогрессии? Мы в самом начале делали. Почему вы говорите, что... Что сейчас? Так, где мы говорим гематическая прогрессия? Гематическая прогрессия. Ну вы ее пропустили. Вот, сейчас. Да, вот. Почему вы говорите, что sn умножить на 1 минус q? Это 1 минус q в степени n плюс 1. Ну, смотрите, я просто беру и вычитаю из... Вот у меня есть два равенства. Видите эти равенства? Да. Отлично. Теперь я вычитаю из первого второго. Значит, у меня справа будет sn минус q на sn. Вот оно. Понятно. А с другой стороны у меня все вот эти товарищи сократятся. Останется вот эта единица и вот эта q в степени n минус 1. Ну, это еще можно взять из стандартного формулы этого. С умножительной последовательности. Ну, это оно и есть. Это оно и есть. Это оно и есть. Я говорю, я просто не могу ее запомнить и всякий раз перевожу заново, когда мне она нужна. Это рассуждение, кажется, настолько простым, что проще его запомнить, чем запоминать формулу. Хорошо. Спасибо. Значит, почему final в 9.30? Вопрос вообще не ко мне. Я сам небольшой любитель вставать в 9.30. Можно еще вопрос? Какого точно числа final? Посмотрите, пожалуйста, в расписание. Ему надо верить. Нужно верить в расписание. Да. Вот сумма, которая минус 1 в степени k. А какое место в ней занимает вариант, что сумма равна 1 и 2? Вот, которую мы сейчас с этой жертвой используем, когда находим сумму всех натуральных, и там почему-то... Ну, это определяет, что сумма такого ряда 1 и 2, там можно как-то вывести. Не, ну, смотрите, ну, можно сказать, что можно заменить сумму ряда на сумму чазаровских средних. То есть, вот смотрите, что можно сказать... А, ну, то есть, и сумма средних, это все равно право. Ну, да, ну, как бы, вот смотрите, вот можно сказать следующее, что у нас на какой-то момент была такая задачка, что если у вас есть последовательность, то, значит, предел... Значит, если... Есть такое утверждение, что... Вот, допустим, есть какая-то последовательность, неважно какая, и утверждение такое, значит, что если этот предел последовательности существует, и он равен какому-то обольшому, то предел вот такой последовательности существует. И тоже равен а большому. То есть, если я буду усреднять... Значит, вот у меня была исходная какая-то последовательность, а дальше я усредняю, значит, усредню новую последовательность, которая устроена так. Первый элемент новой последовательности – это просто первый элемент старой последовательности, второй элемент новой последовательности – это среднее арифметическое между первыми двумя, а третье это среднее арифметическое между первыми тремя и так далее. Вот тогда, если последовательность АН куда-то стремится, то и последовательность вот таких средних тоже стремится туда же, куда и первая стремилась. Но в обратную сторону, вообще говоря, неверно. Может оказаться, что вот такой предел существует, а вот такого предела нет. Поэтому, в принципе, можно было бы сказать, что вот такой предел средних является, так сказать, некоторым обобщением понятия вот такого предела. Потому что если такой предел существует, и такой предел тоже существует, он ему равен. Поэтому это в неком смысле честное обобщение. И если думать в терминах вот такой вот штуки, то тогда этот предел действительно равен, тогда предел последовательности 1-1, 1-1 и так далее будет действительно равен 1-2. В смысле вот таких вот средних патчиза, так называется. В каких-то приложениях это может быть полезно? Спасибо. Вы меня только не спрашиваете про минус 1-12. Есть утверждение о том, что какая-то сумма ряда, уже не помню какого, равна минус 1-1. Ну вот она используется, это минус 1 степень к. Там они берут 1-2, да. Значит, про минус 1-12 это, значит, я мало чего про это знаю, кроме того, что есть какой-то способ доопределять. Доопределять суммы расходящихся рядов, при которых действительно травминство оказывается верным. Но доопределять можно по-разному. Можно еще спросить про ряды? То есть мы говорим, если частичные суммы стремятся к какому-то числу, тогда сумма ряда сходит, да? Да, это просто по определению. Мы говорим, что ряд сходится, то есть мы определяем, что такое вот эта бесконечная сумма, что такое сумма этого бесконечного ряда. В случае, если есть предел частичных сумм, и тогда просто по определению вот эта сумма бесконечного ряда, она равняется пределу частичных сумм. Под знакомым пределом нет переменной. Наверное, я посмотрю. Да, спасибо, Сергей. А тогда этот ряд равняется сумме этих частичных сумм, или просто пределу частичных сумм? Пределу частичных сумм. Сами частичные суммы не нужно складывать. Они уже суммы. Ну, как бы, вот у вас есть вот такая вот штука. Значит, ну, вот смотрите, давайте я скажу, давайте пример опять же приведу. Значит, вот у нас есть какая-нибудь там, какая-нибудь бесконечная сумма, сумма пока от единицы до бесконечности, скажем, единица на 2 в степени к. Значит, вот у нас есть частичные суммы. Они будут как устроены? Они будут устроены так, что это у нас 1, 2, 1, 2 плюс 1, 4. Значит, это S1. S2. S3. Это есть 1, 2 плюс 1, 4 плюс 1, 8 и так далее. Значит, можно сказать, что это 3, 4, это 7, 8. Вот. И так далее. Значит, и дальше мы просто говорим, что предел вот этой последовательности Sn. Это как бы означает, что, ну, вот у меня в каждой из этих частичных сумм написано сколько-то первых слагаемых. Ну, соответственно, вот этот предел, это как бы такая сумма, в которой написано бесконечно много слагаемых. Ну, это и означает, что этот предел, это и есть 1, 2 плюс 1, 4 плюс 1, 8 плюс 1, 16 плюс и так далее до бесконечности. Равняется единиц. Все понятно, спасибо большое. Так, ну что, еще вопросы? Хорошо. Тогда всем спасибо. Пойду смотреть, что там в третьей задачке сегодняшнего семинара. Спасибо.